И у нас третий вопрос есть. Он небольшой, я считаю, в защиту активистов рабочего и профсоюзного движения. Все. Товарищи, мы примерно такой вопрос уже рассматривали на предыдущих заседаниях Российского комитета рабочих. Поэтому, я думаю, он не стоит, не будет вызывать острых обсуждений и так далее. Единственное, что вопрос эту повестку вчера на заседании Российского комитета предложил я. И опираясь на последний факт, на последнее событие, там была упомянута фамилия депутата Государственной Думы Олега Васильевича Шерина. Сегодня он из повестки свою фамилию убрал, в этом пункте, да, его предложение было убрано. Но и в резолюции, которая предложена, фамилия упомянута совместными. А со своей немножко стороны я аргументирую. Такой вопрос возникал еще на первых, если вы помните, в 90-м году, о вопрос на заседаниях тогда еще съездов Советов Рабочих. Возникал вопрос о защите своих активистов. И в тех или иных городах, где проходили съезды рабочих, этот вопрос опять возникал. Более остро он возник, когда власти с помощью силы разогнали выступление рабочих на выборском ЦБК. Вот тогда заседание Российского комитета принимало такое решение. И мы приняли решение, в котором сказали, что эти правонарушения мы никогда не забудем. Я хотел бы, чтобы мы сейчас подтвердили вот это свое тогдашнее решение. И предложил проект заявления российского комитета рабочих, который бы мы приняли. Сейчас зачитываю его просто сразу и коротко обсуждение. Поэтому заявление Российского комитета рабочих в связи со случаями нападений на рабочих и профсоюзных активистов. Российский комитет рабочих, обсудив имеющиеся в последнее время случаи нападения на рабочих и профсоюзных активистов, Скобка, товарищи Смоленцева, Пименова, Шейна, заявляют. Мы призываем правоохранительные органы своевременно и объективно рассматривать подобные правонарушения. Со своей стороны мы заявляем, что рабочий класс будет рассматривать случаи нападений на рабочих и профсоюзных активистов, как преступление без срока давности. Нижний Новгород, апрель 2003-го, такое число, когда мы примем. Вот такое заявление. Коротко напомнить еще раз всем, что своих товарищей мы будем защищать по мере сил всегда и всегда. Пожалуйста. А вот те правоохранительные органы, которые не расследуют данные причины, мы их не посчитаем, что они являются пособниками или укрывателями данных преступлений? Как вы считаете? Есть непосредственно заявление в милицию, там есть принимающие это заявление, начальники. Ну, то надо вести полное расследование. Есть предложение принять за основу и подумать над возможными революционными дополнениями. Ну, естественно. Кто за то, чтобы принять данный проект резолюции за основу, прошу, пожалуйста, товарищи. Вопросы по повестке дня, поведения учебничного заседания есть? Нет. Завтра 9 часов. Принять наши резолюции по колдоговору по реформе ЖКХ по защите активистов рабочего профсоюзного движения. Все три резолюции приняты за основу. Кто первый в редакционной комиссии? Так, по порядку пойдем. Кто первый читал, а кто первый писал? Так, значит, первоначальный текст, довольно серьезное изменение. Ты что, людей пугает? Почему? Обсудим доклады Константина Васильевича Федотова, представителя Бортового комитета Российского профсоюза докторов морского порта Санкт-Петербурга, и Дмитрия Васильевича Егошина, токаря-насточника завода «Красная Сурмова», и рассмотрев опыт работы профсоюзных организаций по составлению и заключению коллективных договоров на предприятиях в современных условиях, созданных приятием нового трудового кодекса, Российский комитет рабочих благодарит Портовый комитет Российского профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербурга за большую работу по созданию коллективного договора, ставшего основой для проектов коллективных договоров заводов «Амазил Москва», «Красная Сурмова» «Электромаш» «Нижний Новгород», «Пролетарский завод Санкт-Петербург». Российский комитет рабочих констатирует, лучшие результаты для работников при заключении коллективного договора получат на предприятиях, где в составлении проекта коллективного договора на инициативных началах, участвовало больше рабочих. Исходя из этого, Российский комитет рабочих считает необходимым участие рабочих в составлении коллективного договора и в переговорах по его заключению, в том числе в виде организованной поддержки своих представителей комиссии. Российский комитет рабочих призывает всех членов профсоюза, всех работников участвовать в составлении и заключении коллективных договоров. Считать это не только правом, но и обязанностью, исполняя которую, можно добиться заключения хорошего коллективного договора. Российский комитет рабочих предлагает профсоюзным организациям предприятий обмениваться опытом заключения коллективных договоров, подготовленными проектами и текстами принятых коллективных договоров. Все. 6.04.2003, город Нижний Новгород. У нас было время для основы постановления Российского комитета рабочих о реформе жилищно-коммунального хозяйства. Значит, в редакционную комиссию поступило два предложения. Первое предложение, которое поступило, это... Поэтому я сейчас зачитаю тот текст, который, значит, в итоге в виде редакционной комиссии предлагали. Потом мы обязаны поставить два вот это предложения. Голосование, естественно, потому что одно дело редакционная комиссия, другое дело... В целом, в основном, Российский комитет рабочих. Значит, постановление. Постановление Российского комитета рабочих о реформе жилищно-коммунального хозяйства. Российский комитет рабочих выражает свою обеспокоенность попытками правительства осуществить такую реформу ЖКХ, которая ухудшает положение населения и поддерживает альтернативный проект реформы ЖКХ, внесенный в Государственную Дубу депутатом О.В. Шейн. Благодаря массовой борьбе, организованной сторонниками проекта реформы ЖКХ, внесенного Шейном, осуществление негативных мер, содержащихся в правительственном проекте, частично было блокировано, а частично отложено. Сохранены льготы ветеранам, почетным донорам, сельским учителям и врачам. Правительство вынуждено было значительно видоизменить свой проект. Был отправлен в отставку инициатор реформирования ЖКХ, председатель госстроя А.Шамузафаров. Прошла поправка Шейна о финансовой прозрачности расходов на ЖКХ. Предстоит дальнейшая борьба за реформу ЖКХ в интересах населения. Необходимо добиваться сохранения льгот, возможности установления счетчиков на потребляемые населением ресурсы за счет государства и выбора обслуживающих население жилищно-эксплуатационных компаний. Повышение квартплаты должно быть заморожено, по крайней мере, до того, обещанного авторами Нового Трудового Кодекса момента, когда минимальная заработная плата выйдет на уровень прожиточного минимума. Российский комитет рабочих постановляет, первое, объявить депутата Госдумы Шейну благодарность за внесение активной отстаивания законопроекта о реформе ЖКХ в интересах населения, второе, призвать рабочие профсоюзные организации используют все доступные форумы в скопах митинги, собрания, листовочные и подписные кампании, остановки производства, кампании, писем государственных органов и тому подобное для поддержки проекта реформы ЖКХ, внесенного депутатом Шейном, и блокирования правительственного проекта как антинародного. 5-го, 0-4, 0-6, 0-4, 0-3, нигде Новгород. Товарищи, ну вы все слышали. Заявление российского комитета размощен в связи со случаями... Ну, может быть, эти абзацы местами поменять? Нет, 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 нет. Вот, я думаю, в последний абзац может добавить... Заканчиваем требования. В случае нападения на рабочих и профсоюзных активистов как преступление без срока данных. Внимание! Внимание! В последнее время заявление Российского комитета рабочих в связи со случаями нападений на рабочих и профсоюзных активистов. Российский комитет рабочих, обсудив имевшиеся в последнее время случаи нападений на рабочих и профсоюзных активистов, товарищи Смоленцева, Пиминова, Шейна, требует от правоохранительных органов своевременно и активно расследовать и пресекать подобные правонарушения. Со своей стороны мы заявляем, что рабочий класс будет рассматривать случаи нападений на рабочих и профсоюзных активистов как преступление до срока давности, а бездействие должностных лиц в правоохранительных органов как пособничество этим преступлениям. 6 апреля 2003 года, Нижний Новгород. Я не совсем понял, сегодня здесь есть товарищей, которых не было вчера? Нет. 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 Все, тогда здесь, кто ликтерок. Вот, вот, да. Я вчера ликтерок уже, так сказать, сообщение делал. Я в курсе делал. Курсы, прекрасно. Тогда следующее. Справочка по поводу достойного уровня жизни. Вот я могу сказать, что Михаил Васильевич, я в прошлый раз говорил, не давал документы, давал документы о том, что такое достойное уровня жизни. Согласно международным документам, это не менее 60% от среднего уровня зарплаты по стране. Просто это для сведения. Значит, повторяю, 60% от среднего зарплаты по стране. Это минимум достойного уровня жизни, согласно международным документам. Теперь дальше. Кстати, Российская Федерация подписала Европейскую социальную картию, но вот как раз право на достойного уровня жизни подписывать отказывается. Вот объявление следующее. Вот здесь толстая ступка газет лежит. Газета Берегиня. Газета, так сказать, немножко не по профилю. Экологическая. Но здесь имеются материалы конференции правосощитных организаций прирост к федеральному облаку, где на странице 4 резолюция по жилищно-коммунальному хозяйству, а на страницах 10 и 11 материалы, касающиеся социально-трудовых отношений. А именно, это большая статья вашего покорного слуги на тему о притворных договорах, таким образом, не на крупных заводах, а на небольших предприятиях и организациях. При помощи заключения фиктивных гражданского права договоров буквально растатываются трудовые права работников. Дальше. Резолюция этой конференции об обмане работников и... Арзамар-16. Независимый профсоюз. Сколько у вас членов профсоюза? 10. У кого? Арзамар-16. Защитив, сколько членов? Ты что, все функционеры у вас? Или рабочие? Ну так скажите, товарищи, что ж вы сидите молчите? Защита-то у нас и не рабочая, там нет никаких функционеров вообще, ни одного функционера. Так вот же, сидит перед вами и говорит, там одни функционеры. А, нет? Нет, будут. Будут? Не в тротуаре. Ну что вы, беда, в тротуаре. Мы еще не знаем ничего, кто там будет, чего там будет. Пожалуйста, пожалуйста. Я бы предложил этому вопросу, который, в общем, конечно, по времени актуален. Тоже, кстати, очень конкретно, как и делает российский директор. Вот мы знаем из действующих депутатов одного, которого надо поддержать, Шейн. Мы его поддерживаем. Мы вам благодарны, Сергей, вот и поддерживаем. Правильно? Все правильно. Теперь второе. Из кандидатов, которые активно полагали в Шейне, и нам бы помогали в проведении кодекса, в решении вопросов о ЖКХ, кого мы можем назвать? Из тех, кто потенциально, или, может быть, были кандидатами. Можно назвать такого? Если есть такой человек, то они же видны. Конечно. Речь не так же о Государственной Думе. Мы сейчас не о местных выборах говорим, о которых просто мы не знаем. Ну, все правильно. О Государственной Думе. Если никто не проявился, из тех, кто не стал еще кандидатом, но претендует на это. Претендует на свои работы. Не тем, что он заявил, что я буду, а тем, что он будет сделки. Или партия, которая уже заявила, то мы поставим там лидеров рабочего движения в себе, так сказать, первую тройку. Есть такие партии? Нет таких партий. Нет таких партий. Раз нет, вот и все, и хорошо. Мы всех поддерживаем, молодцы, и давайте, работайте. Но таких ярких, так сказать, событий, которые нам бы позволили сегодня принять решение, нет. Вопрос, так сказать, не созрел с точки зрения деятельности самих партий. Вот и все. Все правильно. А что касается того, что мы могли бы сделать по поддержке, скажем, того, кто действует, Шейна, мы сделали. Если еще нужна поддержка, может быть, нужна будет. Вот я думаю, что подумать в этом плане о том, что Шейн поведет компанию в Астрахани, и, может быть, нужна будет поддержка. В том числе, скажем, сейчас послать, кроме нашего решения, если в нашей организации, пришлют в ту же самую Думу на имя депутата Шейна документы о том, что мы читаем, что правильно действовал Шейн. Потому что я имею информацию, что Шейна повевает грязь в Астрахани сам страшным образом. То есть большие силы брошены, в том числе и из Москвы. Все правильно, и можно топтать там. Мы знаем, как голосоваря, который предлагал наш проект, он даже не допущен был до голосования. Его убрали там, где-то какие-то подписи. Кто-то не так подписал или специально это сделает, его просто сняли. Как это бывает? Поэтому вот, если сейчас думали о том, какая нужна поддержка, то я вполне официально могу сказать, что поддержка наша уже не ИРКФ. В РТ решение выделило, скажем, того профсоюза, другого, третьего, кто может наиве шейно написать свою оценку его деятельности, которого он взял и сказал, когда ему будут на него лить грязь, скажем, Тольятти меня оценят, вот так. А в Ленинграде вот так, скажем, в Российском комитете Совета Рабочих Ленинграда. А Нижегородский там завод такой, профсоюзная организация, вот так. Вот это сейчас нужно, потому что если у нас будет один депутат, ну один, который отставит интерес к рабочим, мы любые законопроекты можем куда-то в Думу ввести. А если у нас будет сто депутатов, и никто их не везет, законопроекты, он говорит, ничего не будет уметь. Возьмите ситуацию, там этих депутатов, море, 450 человек. Вот мы ходили, гуляли по Думе и спросили, мы бы ничего, бегут куда-то? Бегут куда-то? Нет, не надо им этого. Причем вроде бы такие решительные. Вот тоже самое Ватер Иванович Андридович, он в свое время переносил наш проект. А я перед этим десенником подошел, Ватер Иванович, ой, вы приходите в мае. Он уже в бюджетном комитете, он уже не в комитете, он уже по социальной, он какие-то другие вопросы решает. Хотя человек, ну мог бы в общем нести в лучшей работе. Уже у него там коврел какие-то другие вопросы. Можем мы его сейчас поддерживать? Нет, у нас там Шангель. Ну короче... С этим поменялся что-нибудь? С пустяки дам? Ну знаешь, что он поменялся, я просто говорю, у тебя листик где он? С пустяки, а ты попросил. Он от меня побежал, побежал, побежал. Хотя он в общем поддерживал. Поддерживал так на первых каких-то и там, в свое время. Но потом интерес к этому у него пропал. Вот это у него не так актуально. Ему не так актуально то, что актуально, скажем, для тех, которые сюда приедут. Как Иванов, он говорит, теперь государственный человек. Иванов даже больше сделал. Недавно он выступил с инициативой запретить иметь первичные организации, шестая первичных организация. Я бы считал подлый такой поступок в отношении, скажем, той ситуации, которая сейчас сложилась в морском паркуре, которая будет на Красном Соруме. На Красном Соруме скоро будет несколько юридических лиц. Значит, раз будет несколько юридических лиц, встанет вопрос сохранить единую профсоюзную организацию, которую представляет здесь Михаил Кузьмич. Уже успел предложить, значит, Иванов изменение в закон, который запретил бы создание профсоюза, который запретил бы создание таких профорганизаций, которые включаются в первичные профорганизации. А сейчас выход единственный, который имеется в Красном Соруме, будет единая профорганизация, первичная, а в ней первичные профорганизации, вот тех заводов, которые будут вставлены. Те будут заключать договора, а типовой заговор, как он у Дольфьева, будет заключать, не заключать, а, представляем, готовить и двигать. Будет профсоюзная комиссия. Но уже успел сделать, он не прошел этот номер, не поддержали его. Хотя, я думаю, что Анатолий Семенович дорогой. Не поддержали его. Я по икройной почте получил эту информацию. А его, скажите, вот спросите у него, его предложение по поводу этого дела. О чем, первый раз? И первый раз? Первый раз. Он же подписал сначала проект Шейна, а потом стал вступать за правительственный проект. И это было на... Проект восьми. Проект восьми. А потом это было на заседании, между прочим, совета профсоюза Докера. И вот так мы там с ним встретились. Он выступал за проект восьми, а я выступал за проект Шейна. Я раздал газету, где его подпись. В нашей газете, это рабочее дело, где он подписал за проект Шейна. Мы это минимально правкоме, это решение. Так вот он, вот он написал, его Докер спрашивает. Дорогой товарищ, вот ты нам объясни, вот твоя это подпись или нет? Он говорит, моя. Так а почему ты сейчас за другой проект? Ну если, когда меня профсоюзный человек, я государственный человек. И после этого ему Владимир Александрович Петров, председатель правкома, в середурной кампании сказал, я в таких депутатах убивал на месте. Конкретно. Вот такой инцидент. Вот товарищи Стольятти уже нам говорили о его поступке. И говорили, что мы должны там разобраться. Ну я не знаю, разобрались или нет. Он ведь попал в Госдуму благодаря, значит, вот профсоюзу единства. Они там, значит, стояли на свете за него. А когда он туда попал, значит, он повернулся на 180 градусов. Уже на совете генеральный депутат подержимого нового. Вы же дайте, например, его привезти. Хватит одного. Вот, вот. Хватит одного, мы же знаем. Ну куда же больше? Куда еще? Зачем больше? Как же, подписать, значит, в газете, везде разошлось. Подписал проект за проект Шейнер. А выступает, значит, за проект восьми. Но он кто-то голосовал снова. Потлый проект был. Он голосовал за... Ниже пояса, удар, значит, голосовал. Нам вы поднесли. Вы можете из восьми, сразу за два. Он считал, что проект этот не пройдет. Вот именно проект восьми. То есть он всегда будет голосовать за то, который пройдет. Ну, принципиально. Если меня, кто-нибудь убьет, голосовать за тех, кто меня убьет. Нормально. Да. Не убить. А если я кого-то назначил, то это меня. Товарищи, вопросы поведения исчерпаны. Поведения исчерпаны. Благодарю вас за участие. Спасибо вам большое. Какие замечания есть? Выскажите, пожалуйста. Вот и песни. Замечаний нет. Значит... Спасибо, до свидания. Я вошел внимание, когда я говорила о выборах. Дело в том, что вы говорите хорошо, что будет человек, который выдвинет. Но кто будет голосовать за это? Я говорю о региональных отделениях вот этой партии и о списках тех людей, которые будут туда представлены. И, может быть, на следующем заседании мы уже должны конкретно вот и поговорить об этом. Потому что в разгаре мы будем выбрать 18 минут. Да, поговорим мы можем. Да, конечно. И поддержать именно тех людей, которые, значит, будут на региональном уровне вытрясаться. Заседание российского комитета рабочих закрываю. Дмитрий Васильевич. Под городом горьким, где ясные зорьки в рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, где ясные зорьки в рабочем поселке подруга живет. В рубашке нарядной, своей ненарядной, пришел объясниться хороший дружок. Вчера говорила, навек полюбила, а в инче не вышла в назначенный срок. Вчера говорила, навек полюбила, а в инче не вышла в назначенный срок. Вчера говорила, навек полюбила, а в инче не вышла в назначенный срок. ПЕСНЯ 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 И скажет немало, я книг прочитала, Но нет еще книги про нашу любовь. Продолжение следует...